— Ну как, когда-то я рисовал Айлиту, книгу Айлита, там по описанию... — А вот у Наташи картинка, она точно по описаниям Алексея Толстого написана, у меня нет, потому что Алексей Толстой описывал Марс, как оранжевая пустыня с ярко-синим небом, но мне это очень претело вообще рисовать, потому что у меня не такого плана рисунки у нее, а такие более, и я нарисовал там просто как с марсоходов фотографии, такое пыльное рыжее небо, вот и все, а у Наташи прям точно Айлита, вот это, да, значит, обитателей не знаю, а вот антураж, да. — А расскажите, пожалуйста, вот на Ваш взгляд, что появилось? — Увидел их все сразу, я не видел их раньше, но они сложнее стали, сложнее, сложнее и по цвету, и по композиции, и по мысли сложнее, раньше были попроще, но постепенно оборот набирается. — А на Ваш взгляд, все-таки это вот можно, это для какой аудитории? — Ну, детской, не детской, ну не знаю, там от шести до шестидесяти, вот так вот, наверное, каждый может здесь свое увидеть, что хочет. — То есть, понятно, для ребенка, и ребенка могут поразить яркие краски, позитив, да? — Да, разные краски, персонажи, да, позитив, а увидеть здесь кто что хочет. — А Вам больше всего какое полотно понравилось? — Вон, то, с пингвинами, пингвинами и это. — А почему? — Ну, там пингвины, они такие позы, я же из анимации, и там прямо движение считается, они прямо двигаются. Вот это мне прямо зачаровал. Плюс черно-белость такая, графичность очень красивая. Ну, а это потому что Марс, я нервная душа к Марсу. — Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин